В прямом эфире программа «Тема дня» в студии Роман Быков. Ну что ж, вот и остался буквально один день до конца 2019 года, как всё быстро пролетело. Казалось бы, только год начинался, и вот уже мы собрали в студии программы «Тема дня», чтобы подвести его итоги применительно к областному центру, к Твери. Что значил этот год, уходящий для областного центра? Что хорошего произошло, а что не произошло хорошего, но на что мы так рассчитывали? А что произойдёт, может быть, в следующем году? Всё-таки до него осталось буквально два дня. Об этом мы сегодня поговорим. Хочу представить гостей нашей студии. Это Вадим Борисович Рыбачук, председатель Общественной палаты Твери. Добрый день. Это Алексей Борисович Арсенев, заместитель председателя Тверской городской думы. Добрый день. И Давид Ильич Магулашвили, директор Института экономики и управления Тверского госуниверситета. Здравствуйте. Такая у нас сегодня мужская кампания. А если нас смотрят замечательные дамы, можете разбавить нашу мужскую кампанию звонками, хотя мужчина не возбраняется. Телефон 3190. Высказывайте вы своё мнение, что для Твери такого хорошего произошло, а что не произошло, на что вы рассчитывали. А может даже, что произошло, на ваш взгляд, плохого. Всякое бывает. Всё-таки жизнь наша непростая штука. Ну что ж, господа, вот мне интересно ваше мнение. Вот каждый может выделить, на ваш взгляд, сугубо, естественно, субъективный, три основных события, которые года? Да, что называется. Которые произошли в уходящем уже году. Давайте с Давида Ильича. Экономика же в основе основ. Да. Она должна быть экономкой, как сказал Леонид Ильич. Ну, на первое место я бы поставил постановку вопроса об улучшении качества работы транспорта, городского транспорта. На втором месте я бы поставил ремонт придворовых территорий. И дорог, наверное. И дорог, да. И в-третьих, это образование, безусловно, муниципальное образование, как дошкольное, так и школьное. Спасибо. Я тогда сосредоточусь на другой области, о знании, что называется. Мне кажется, что 19-й год он интересен культурными проектами. У нас во всех отраслях культуры были значительно интересные события. И картинная галерея продолжала радовать нас своим проектом, своими главными проектами. Огромное количество школьников посетило выставки, спортсмены. Центр НКО проводил значительные мероприятия по формированию гражданского общества. И сегодня можно сказать, что все эти акции, все эти мероприятия, они говорят о том, что культура, спорт, молодежное, волонтерское движение в городе Твери развиваются очень активно. Я надеюсь, что 20-й год он будет не менее активным в этом плане. Ваше мнение? Ну, я, наверное, все-таки как представитель Думы скажу о том, что... Сам председателем. Да, сам председателем Думы. Наша Дума отметила 25-летний юбилей. Это очень тоже такое знаменательное событие. Четвертью века. Да, четвертью века. Конечно же, это выделение, наверное, колоссальных средств на ремонт дорог и общественных пространств. Впервые это практически почти под миллиард. И хорошо, что с этим более-менее справились успешно. Ну и, конечно же, это, наверное, первая такая огромная, можно сказать, ласточка. Это строительство новой школы, которая, в принципе, уже завершена, и открытие будет уже 10-го числа, января месяца. Это огромнейшая, красивейшая новая школа современная, которая действительно у нас появится в городе. Наверное, три таких наиболее значимых события, которые можно отметить. Ну, дороги, да, как-то, вот, Давид Ильич. Вот, Алексей Борисович, расскажите ли зрителям, вот этот миллиард, вы сами понимаете, всегда жители города найдутся недовольные. Скажут, почему вот улицу Петрова делают, а мою улицу Сидорова не делают? Почему тот или иной проспект делают, а тут не делают? По какому принципу вообще распределялись эти деньги? Потому что, понятно, объектов много, но все-таки какие-то приоритеты выделялись ведь? Ну, давайте начнем с того, что впервые города с населением менее 500 тысяч человек попали в данную программу безопасной и качественной дороги, которая уже несколько лет длится. Это были города-миллионники и, как говорится, свыше 500 тысяч человек. Так как Тверь попала первый раз, мы выбирали те дороги, которые являются наиболее значимыми для города, наиболее, так сказать, загруженные общественным и частным транспортом. Ну, и, конечно, там, где на сегодняшний момент времени меньше всего проблем с системами водоснабжения, теплоснабжения и так далее. То есть, отбор проходил именно по этому принципу, ну и, конечно же, в паспорте проекта указано, какое количество километров дорог должно быть сделано ежегодно. Это достаточно сложно все выполнить, и поэтому были выбраны именно те дороги, которые были отремонтированы в этом году. Семь различных лотов, более 34 километров дорог получилось сделать. Это очень серьезная и, я считаю, такая большая задача, с которой город справился вполне успешно. Все магистральные дороги уже, таким образом, мы помним масштабный ремонт прошлого года, когда вот эту ось, точнее, две оси, что называется, от Хима, можно сказать, и до Мигалова, и перпендикулярно сделали это тоже очень, причем, по московским технологиям. Вот это асфальт, сейчас мы все видим, прекрасно до сих пор держатся, разметка хорошо нанесена, работали по-московски, даже, знаете, запомнилось всем, вот это ограждение, по ночам оно подсвечивалось. Мне, знаете, что запомнилось, вот я тогда подумал, москвичи работают, туалеты привезли для рабочих, подумали, нет, все-таки, вот в Москве это обязательно, а тут вот я прям вот, смотрю, привезли вот эти туалеты, думаю, вот точно Москва. А в этом году тоже, мы видим, магистральные, вот, на ваш взгляд, все сделаны магистральные, или что-то еще, вот, на ваш взгляд, надо бы? Нет, у нас, конечно, остались еще магистральные улицы, которые подлежат этому капитальному ремонту, можно сказать, это и Московское шоссе, это, конечно же, и набережная Фанасия Никитина в обязательном порядке, Ленинградское шоссе. Эти магистрали обязательно будут сделаны, и сейчас идет подготовка к этому, программа будет длиться, как нам сказали, не менее 4-5 лет. А, то есть все не заканчивается? Конечно, нет, на следующий год нам выделена такая же сумма, 840 миллионов рублей, поэтому работы будут наращиваться, наращиваться, еще раз наращиваться. И мы перейдем уже от магистральных улиц к ракадным, которые соединяют наши магистрали и могут являться дополнительными, так сказать, движущими силами, да, резервными, в случае каких-либо там заторов и так далее. Да, и, наверное, самым главным является то, что при производстве этих работ, вы, наверное, все-таки заметили, да, серьезных каких-либо коллапсов не было в городе, транспортные движения в городе сохранялось. То есть и продуманность была организации самих ремонтов более-менее хорошая, да, были поначалу некоторые затыки, но быстро их исправляли. Ну и сейчас, можно сказать, что в развитии всего этого ремонта город уже определил те направления, где будет выполняться ремонт на следующий год, возможно, некоторые корректировки, но они уже основные улицы определены. И переходя к более таким мелким улицам, будем стараться максимально использовать и асфальтобетонный гранулят, так называемый, да, то есть нашу асфальтовую крошку, для того, чтобы подсыпать те улицы, которые сейчас пока не имеют твердого покрытия, это раз. И второе, подсыпать обочины, для того, чтобы было удобнее, как бы, останавливать транспорт на них и иметь возможность, во всяком случае, нормально остановиться там и не попасть в какую-то там яму, колею и так далее. Алексей Ильич, можно вопрос по теме, как, Алексей Борисович, а в итоге на следующий год-то у нас тротуары попадают в национальный проект по ремонту дорог. Ведь в этом году очень много вопросов было от граждан, которые волновались, что дороги ремонтируются, а параллельный тротуар, который идет с ними, находится все в таком же разбитом состоянии. Например, в Южном. Слушайте, это не только в Южном, это практически левая улица, которая ремонтировалась. Обважаемые коллеги, конечно, очень бы хотелось, чтобы тротуары у нас в полном объеме попадали в эти ремонты, но, к сожалению, сейчас идет именно в паспортах проекта увеличение количества километров отремонтированных именно дорог. Проезжей части. Да, проезжей части. И вот тротуары стараются оставить на более поздний срок, и к ним, естественно, вернуться, но это будет немного позже. И, насколько я понял из того, что нам предоставляли информацию по ремонту дорог, небольшое количество тротуаров попадет, но это будут буквально несколько километров. Остальные, к сожалению, пока не будут делаться. Это будет на более поздний срок, 2021, 2022, 2023 год. Это только за федеральщик? Согласен, согласен. Это плохо, потому что глобальная ситуация. Мы улучшаем жизнь автолюбителя, автомобилиста, улучшаем транспортную историю. А люди, которые передвигаются пешком, у нас находятся все в том же состоянии. Наверное, надо все-таки будет обращаться, давайте как-то совместно подумаем, обращаться и к правительству области, и опять писать в федеральную программу нацпроекта о том, что необходимо все-таки включать при ремонте дорог и ремонт тротуара. А у нас сейчас необходимо включить рекламу, буквально три минуты. Дорогие телезрители, не переключайтесь, звоните. Мы сегодня обсуждаем итоги города для Твери, что вы считаете важным событием уходящего года 3190. Пока реклама. Мы снова в прямом эфире, программа «Тема дня», подводим итоги уходящего года для областного центра. Звоните по телефону 3190, высказывайте ваше мнение. Мы сейчас говорим о том, как прошла кампания по ремонту дорог. Давид Ильич, а вот вы, как человек, который ездит каждый день в Иничину, вы, хотя и важную должность занимаетесь, но вы просто гражданин в этом плане. Ваше впечатление, ваше мнение. Вы же на машине передвигаете свои. Соответственно, вы каждую колдовину чувствуете, что называется, всеми фибрами вашей души. Может, ваша машина стучит. Чувствую, и, соответственно, у меня есть своя реакция на это. Ну, что хочу сказать по этому поводу. Во-первых, я очень рад, что это ему подняли. Действительно, чрезвычайно важная для города проблема. Но при этом еще хочу сказать, что в последние годы работа делается все лучше и лучше. Причем, смотрите, всегда бюджет предусматривает определенные, достаточно солидные деньги для того, чтобы продолжить эту работу. И хочу похвалить еще городские власти тем, что применяются новые технологии. И, безусловно, когда работа делается эффективно, удлиняется срок службы продукта, продукции, в данном случае дороги, и, соответственно, это экономит денег. А если перевести уже данный вопрос на более глобальный диалог, мы с коллегами как-то считали, что, чтобы город привести с точки зрения дорожного покрытия и удобства для жильцов нашего города на уровень среднеевропейского города, примерно 50 миллиардов рублей по самым скромным подсчетам надо вложить. Это с сегодняшним темпом 50 лет. Ну, каждый год, грубо говоря, миллиард, грубо говоря, выделяется. И это, я думаю, правильная цифра. И мы должны стремиться именно к этому. Сначала определить, то есть уточнить действительно, какая сумма нам нужна, а потом уже работать для того, чтобы эти деньги получились. И здесь я не могу еще не затронуть еще один вопрос, и многие экономисты тверские поднимают этот вопрос. Это отношение, межбюджетное отношение города и области. В последнее время мы видим наоборот, даже не улучшение этого вопроса, а даже ухудшение этого вопроса. Мы знаем, что с 1 января 2020 года многие местные налоги уйдут не в городскую казну, а уйдет в федеральный бюджет, региональный, федеральный. И так потом надо ждать обратно, пока эти деньги вернутся. Соответственно, если эти вопросы были бы решены, то мы могли бы больше денег направить на улучшение инфраструктуры города, в том числе и дорожного покрытия, тем более, что наш город, безусловно, основной донор для нашего бюджета. То есть вопросов много, эти вопросы требуют обсуждения, и в один день эти вопросы решить достаточно сложно. Игорь Ильич, а вот Вы сказали, что в следующем году уйдут, а это федерация так решила? А это все это изменения, которые были приняты Государственной Думой в этом году. Хотя, если Вы затронули этот вопрос, я не могу удержаться и, соответственно, не сказать. Смотрите, Вы все прекрасно знаете, по докладу Алексея Кудрина, что государственный бюджет не освоил 1 триллион рублей в этом году. Вдобавок еще, из-за хорошей конъюнктуры внешней торговли, мы получили дополнительно 3 триллиона рублей. То есть получается 4 триллиона рублей. Это для сравнения. В следующем году бюджет нашей области составляет примерно 74 миллиарда рублей. Это сколько бюджетов, скольких регионов мы не освоили, скажем так. И встает вопрос, а нужны ли были эти изменения, это повышение НДС на 2%, это вот эти законы о перенаправлении этих налогов в федеральный бюджет и многие другие. Я бы, например, если посмотреть на эти вещи, я бы логической связи здесь не вижу. Они как-то объясняли, но ведь должно быть какое-то умное, правильное объяснение хотя бы. Обычно все это объясняется заботами о наращивании стабилизационного фонда и так далее и тому подобное. Внятных объяснений я еще не слышал. То есть изъятие денег с места? Объяснение одно, одним словом, консолидация. Да, это лично надо добавить еще, что этот год и для бюджета Тверской области он с профицитом будет. Поэтому мы здесь тоже видим некую недоосвоенность средств, которые были заложены в бюджете Тверской области. Это одна история. Вторая история, конечно, мы видим на территории города Твери достаточно большое количество знаковых проектов, о которых коллеги сказали. И школы, и дороги, и здравоохранение, и транспорт. Все это важно. Но, тем не менее, на реализацию каких-то проектов именно городу средств, я соглашусь с коллегой, категорически не хватает. Я мог бы еще добавить, у нас очень много проектов. Мы детский сад, школу построили. На их содержание ежегодно будет уходить порядка 45 миллионов рублей дополнительно. Это важный момент. Мало построить сад. Да, еще содержать надо. А так как это все ложится именно на плечи муниципалитета, все это содержание денежных средств становится катастрофически мало. И мы не можем сейчас реально говорить о том, что инфраструктура, которую нам в обязательном порядке необходимо развивать в городе, например, та же самая система леоневой канализации, которая, во-первых, частично уже где-то неисправна, где-то требует серьезных капитальных вложений. Мы не можем на нее направить дополнительных денежных средств, потому что их просто физически нет. И, по сути дела, с каждым годом свои собственные доходы у города будут снижаться, если не будет сменения вот этого межбюджетных отношений. И в конечном итоге мы будем все больше и больше зависеть и просить денег у области на выполнение, соответственно, своих социальных обязательств, которые 131-м федеральным законом на город наложен. Социальные обязательства, наверное, никто не снизит, и вопрос о невыполнении их, конечно, не стоит. Проблема развития. Нам же надо думать и о малом и среднем предпринимательстве стимулировать экономику именно города Твери. Несмотря на то, что она донор, как Дарья Ильич сказал, но, тем не менее, необходимо, чтобы там появлялись новые и новые проекты, которые могли бы генерировать тот же самый МДФЛ хотя бы. Да. Я хочу опять-таки продолжить эту и добавить эту тему, что, смотрите, ни в коем случае... То есть, мы сначала наблюдаем вот что, что в муниципалитетах, в городах, на местах денег нет, они ограничены. А в стране денег много. И эти деньги должны быть действительно очень грамотные и правильно использоваться. Капиталь не должен лежать мертвым грузом. Их омертвлять нельзя. Их надо направить и на инфраструктуру, и на бизнес, как совершенно правильно было сказано Владимиром Борисовичем. Чтобы вложить в нынешних условиях один рубль, чтобы завтра давал хотя бы полтора рубля, хотя бы два рубля. Надо развиваться. Надо каким-нибудь образом принять такие решения и таким образом эти деньги направить, чтобы реально наблюдали оживление экономики. А сейчас мы этого, к сожалению, не наблюдаем. Мне тоже все равно интересно. Вот так решили Думу, да? А какое они имеют право без согласия муниципалитета изымать у него деньги? А как же самоуправление местное? Роман, мы же им делегировали полномочия. Значит, они имеют такое право. Конечно, имеют. А это конституционно вообще? Этого я не могу сказать. Конечно, конституционно. Я не конституционалист. Ну как-то. А как же местное самоуправление? Получается, хорошо, сейчас Госдума может решить, что у нас, допустим, отменяется выбор депутатов и главы города. Ну, назначаются теперь. Если проголосуют, то да, наверное. То есть за нас они могут решить? За вот Тверичан, Неваль, Саратовцев, Калининградцев, Севастопольцев и так далее. А это вас удивляет? Ну как-то немножко. Все-таки, как говорят, наши демократии вроде бы в стране. Просто вы сказали, среднеевропейский город. Ну вы много же были за границей. Вижу ли там такая ситуация, что сидят в Мюнхене, вот, к примеру, или в Денвере, в США, к примеру, и в Эдмонтоне, в Канаде, и ждут. Вот выделят им сегодня миллиард долларов на ремонт дорог или не выделят? Выделят, потому что у самого Эдмонтона нет денег, к примеру, там, или опять-таки у Денвера, чего угодно, Чикаго. Вот, то есть у них тоже такая ситуация, что они сидят и молятся. Когда же вот федеральный центр? Я не знаю, как они там сидят и ждут, но я точно знаю, что если им обещаны деньги, эти деньги они получают. Вот, я по дорожному строительству не могу сказать, но по образованию могу вам сопоставить, допустим, как говорится, все сравнение, да. Допустим, техникум, сейчас мы тоже называем колледжем, да, где обучаются, допустим, около тысячи студентов, тысячи учащихся. В Соединенных Штатах в среднем бюджет такого техникума 1 миллиард долларов. А сколько у нас бюджет города? Простите, не надо отвечать. 9,5 миллиардов рублей консолидированы общие. Поэтому сравнить достаточно сложно эти вопросы. Тем более, что наш бюджет, то есть по сравнению с американским бюджетом, да, или нашим ВВП, с американским бюджетом, это 7-8 процентов. Да, это лично. Роман, наверное, задавал вопрос не про цифры конкретные, а про межбюджетные отношения. У них так же, вот, просто у меня, я понимаю, вы люди облеченные властью, так или иначе, а я просто скажу так. Я так вообще говорю, что государство, вот, обирает все территории, собирает все, что может сгрести, а потом распределяет обратно. Ну, опять-таки, я не могу точно сказать, я не изучал этот вопрос, но, во всяком случае, я никогда не видел, что где-либо в Соединенных Штатах возникали проблемы с получением бюджетных денег. Эти вопросы там решаются буквально моментально, решаются именно так, как принято решение, и исполняются так же, как принято решение. Так и бюджет какого-нибудь Нью-Йоркского кулинарного техникума, миллиард долларов. Нет, ну, я могу сказать, из опыта общения с мэрами наших городов-попротимов, межбюджетные отношения в Европе намного сложнее. И приблизительная ситуация, когда мэр говорит о том, что ему не хватает денег на реализацию каких-либо проектов на территории города, она традиционная. Я не скажу, что она такая же идентичная, как у нас, но, тем не менее, если активно развивается муниципалитет и, как бы, реализует какие-либо проекты, он постоянно занят тем, что пытается выбить деньги из региона, из Евросоюза или из каких-то других альтернативных источников. Это обычная ситуация, поэтому говорить о том, что мы здесь находимся в какой-то суперкритичной ситуации, которая отличается от Германии, от Италии или от Франции, я бы не стал. В Германии может быть больше у мест и земель, больше возможности аккумулировать средства налогов, которые поступают к ним от тех предприятий, которые находятся на их территориях, но, в принципе, федерация, местный бюджет, они общаются точно так же, как и мы. Я, если позволите, хочу продолжить эту идею Вадима Борисовича. Дело в том, что, действительно, в Западной Европе или в Европе в целом, очень, скажем так, широкий портфель использования инвесторов. Там можно, действительно, привлечь частных инвесторов, общественных организаций, таких, как, допустим, хотя бы пенсионный фонд. Потому что работать с пенсионным фондом во всем мире, это очень приятно, потому что он является самым надежным инвестором, скажем так, во всем мире. И это частные пожертвования, которые в Европе имеют достаточно широкое использование и популярно это. И в итоге получается, что проблема, которая стоит перед муниципальным образованием, худо и бедно решается. А у нас, к сожалению, источник поступления только один. Это бюджет. Да, к сожалению, в этом году государственно-частных проектов или муниципально-частных проектов в Твери практически, я не могу назвать, к сожалению. Ну, потому что и законодательство в окончательном своем, так сказать, в виде еще полностью не сформировано по государственно-частному партнерству. Очень сложно на это идут предприниматели, потому что боятся именно того, что, закладывая определенные деньги в бюджет, те же самые муниципалитеты могут просто-напросто их не получить. Собираемость налогов такая достаточно интересная, да, хотя мы доводим ее уже практически до 94-96%. Это нормально, но вопрос заключается в том, что все деньги, которые идут с Федерации, все деньги, которые идут к нам с региона, они практически полностью окрашены. Что значит окрашены? То есть они под конкретные проекты, под конкретные цели. Мы не можем их самопроизвольно взять и потратить на ту же самую ливневую канализацию, да, на развитие чего-то еще. И в результате получается так, что у муниципалитета, кроме долгов, да, которые мы реально уже, ну, без них никуда, они есть практически у всех муниципалитетов. Я общался, ну, десятка, три-четыре городов однозначно, и у каждого такие же проблемы абсолютно. Денег на своих собственных доходов не хватает на то, чтобы закрыть социальные обязательства, обязательства, которые наложены 131-м федеральным законом, они вынуждены кредитоваться для того, чтобы это все полностью выполнять. Даже рассчитаться с подрядчиками под конец года, все равно им необходимы денежные средства. Ну, и в конечном итоге, из-за того, что муниципалитет становится менее надежным партнером, никто из предпринимателей, в общем-то, не стремится пойти на частное государственное партнерство для того, чтобы сделать какой-то инвестиционный проект. Я хочу продолжить с вашего возвращения рассуждение по этому поводу. Смотрите, дело в том, что наша экономика находится под санкционным давлением. Иностранного инвестора ожидать не приходится. Соответственно, надо искать собственного источника финансирования, собственного инвестора. При этом не могу сказать, что их в России нет. Но, потому что тот факт, что отток капитала ежемесячно не уменьшается, а увеличивается, говорит о том, что, в принципе, деньги есть. Но эти люди, эти инвесторы боятся вложить эти деньги у нас. Вот как раз та тема, о которой мы сейчас говорим. Боятся почему? Потому что до сих пор нет закона об защите инвестиций. Этот закон как-то в Государственной Думе рассматривался год назад, или в начале этого года, сейчас не помню, потом отложили, в первом чтении отложили, и пока не возвращаются. Я боюсь, что основные постулаты этого закона надо вообще отменить, и этот закон надо написать заново. Потому что этот закон не то, что защищает инвестора, дает какие-то гаранты, а наоборот, еще больше возлагает на него ответственность, и он свои права там вообще не видит. Поэтому такой закон очень необходим в нашей стране, чтобы хотя бы свой инвестор, свой капитал, который мы получаем благодаря работе крупных предприятий, не уходило за рубежом. Из таких позитивных событий детская областная больница. Господа, вот Вы согласны с тем, что сдвинулось действительно дело с мертвой точки? Это коллеги лучше знают. Я думаю, да, потому что уже заложены деньги на выполнение проектных работ и всего остального. Кластер будет очень большой в районе нашей существующей сейчас областной больницы. Там и перинатальный центр, там будет еще и детская областная больница. То есть это уже будет такой медицинский городок, в общем-то практически целый микрорайон города, который будет полностью охватывать медициной нашу Тверскую область, как детской, так и взрослой. И это будет очень хорошо. В бюджете предусмотрим почти 600 миллионов на строительство нового моста западного, о котором мы, как говорится, долго говорим. То есть строительство, возможно, начнется у нас уже в 2020 году. Это тоже как бы радует. Очень радует. Наконец-то мы как бы... Возможно или начнется? Деньги заложены. Начнется. Проект согласован. То есть все выделение финансовых средств с региона пошло. Значит, соответственно, это все запланировано и в федеральном бюджете. Это уже, как говорится, такие не наметки, а уже, по сути дела, решенный факт. Ну, это уже тоже как бы вложит дополнительный вектор, даст развитие и города, и, наверное, и часть наших предпринимателей будут участвовать в строительстве. Это будет очень хорошо. С предпринимателем, кстати, вопрос. Да, почему? Ну, вот посмотрите, если мы говорим о больнице, об областной, это, безусловно, событие со знаком плюс. К сожалению, долго тянется, первичный этап, но тем не менее положительный. Но генеральный подрядчик – это Ростех. Ростех – это государственная структура. И вероятность того, что кто-то окажется там на подряде на экономически выгодных условиях или в принципе окажется, то на 100% гарантии нет. Вообще достаточно странное решение. Ростех же – это не строительная компания. С одной стороны, мы как бы заводим сюда государственную корпорацию и условно гарантируем о том, что не будет коррупционных составляющих никаких. С другой стороны, корпорации заходят абсолютно без конкурса. Да, это меня тоже удивило, конечно. Например, Ростех, да. И, во-вторых, да, они занимаются нового чем, но они служат, чтобы они что-то строили. Ну, это не строительная компания. Я думаю, что они возьмут субподряд. Субподряд, а зачем так? Они, скорее всего, да, действительно будут выступать как генеральный подрядчик. У нас в Тверской области есть саморегулируемая организация тверских строителей. 400 организаций с бюджетом, который миллиарды рублей, если говорить об этом. Мы каждый год говорим о том, что эти организации сдают как минимум несколько сотен тысяч квадратных метров жилья, плюс еще получается промышленное производственное предприятие. Ну, мне, по крайней мере, странно, почему даже консорциум из этих компаний не смог бы построить областную больницу, объем финансирования которой 5 миллиардов рублей или чуть более того. Технологически это не так сложно. Ну, по крайней мере, если бы мы по конкурсу это отыграли, то была бы вероятность и снижения цены, и оптимизации расходов, и участие тверских предприятий в этом проекте. Да, хотелось бы видеть при реализации таких значимых проектов, что наши предприятия, как крупные, так и средние малые, были бы заняты. Это было бы очень здорово, потому что это то, что мы говорим. Во-первых, заработная плата, занятость населения, это, в конце концов, налоги, опять бюджеты разных уровней. Ну, здесь возникает много вопросов, я с вами согласен. Господа, еще такая важная тема, которая звучала весь год. Буквально вот каждый день и сегодня пришла к нам журналистов новость, это транспортная реформа в областном центре. Кардинально все поменяется, как нам говорят, а с другой стороны у меня возникает вопрос, так ли кардинально. То есть нам, как говорят, мы получим новые автобусы, вот автобусы самого современного уровня, нам уже их демонстрировали, они будут не хуже, чем в Москве. Лучшие стандарты экологии и так далее. Как вы оцените, действительно, наконец-то транспортное сообщение улучшится на порядок? Ну, давайте начнем, наверное, с того, что прежде всего в эту транспортную схему не будет вписан такой вид, как маршрутное такси, которое у нас сейчас, в общем-то, является неким камнем преткновения и очень большое количество аварий, аварийных ситуаций. И плюс к этому хаотичность движения, попытка догнать, перегнать друг друга на всех наших магистральных и магистральных улицах. И именно от этого и пытается избавиться, в общем-то, губернатор. И, по сути дела, все законодательные акты, которые приняты в данном направлении, они стараются упорядочить работу общественного транспорта, чтобы это был действительно общественный транспорт, который возит всех, возит по социальным проездным билетам, возит по безбилетному, льготному проезду, имеется в виду, не используя бумажные билеты, а по электронным билетам. Можно оплачивать там везде и карточкой, и любыми другими видами банковских карт. В общем, это именно должно привести к тому, что маршрутная сеть будет урегулирована полностью, что все маршруты будут ходить строго по расписанию, что ты будешь четко знать, что через 5 минут приедет автобус, если написано, что он должен идти через 15 минут, значит, он приедет через 5 минут и будет здесь стоять. Именно в это время и транспортная схема будет, в общем-то, отрегулирована полностью. По тем задумкам, по тем маршрутам, которые были нам представлены в Тверскую и Городскую Думу, мы сделали несколько замечаний в Минтранс о том, что есть определенные участки города, которые оказались неохваченными. Сейчас идет проработка, изменение ряда маршрутов или добавление еще новых. Но, во всяком случае, использование крупного транспорта в виде общественного – это тенденция, которая есть во всем мире, и она должна, в общем-то, и развиваться и у нас в городе Твери. Алексей Борисович, давайте, правда, поясним все-таки телезрителям, потому что даже я до сих пор не пойму. Вот я сегодня перед эфиром изучал список маршрутов. Там как? Сначала новый, там, 42-й. Это, допустим, понятно, я сразу воображаю вот этот красивый синий автобус, брендированный, как сейчас говорят. Красная, единая краска, брендированный. На ССК тоже были брендированные, и карусы желтые теперь. Вот, но это ладно. Хорошо. Но потом я вижу список, которых маршрутов мы все прекрасно знаем. 222, 227, Рябеево, Глобус и так далее. Это те маршруты, 207, к которым я езжу, я вот как пассажир говорю. Это сейчас те самые маршрутки. Вы вот, может быть, поясните, что будет передвигаться? Вместо маршрутов будет автобус. Вот. Самое простое телескоп тоже не пойму. То есть, это не будет вот этот метроавтобус, там, Вренок, к примеру, или Газель? Нет. Маршруты будут оснащены автобусами большого и среднего класса. То есть, это будут практически либо большие, длинные, до 15 метров такие автобусы, либо это будут более короткими, до 10 метров автобусы. Но это будут автобусы. Принадлежащие вот этим одной республикатом. Принадлежащим, да. Это не будет ИПМ, комитетом Иванов. А кто, кстати, оператор этого проекта? Итоги выбрали оператора? Депутаты выбрали, я помню, был даже на свидании. Нет, не выбрали, мы депутаты не выбрали. Ну, зачем вам это доклад? Министерство транспорта организовало две компании, которые одна заниматься будет, в общем-то, обеспечением всего этого вопроса, проведением конкурсных процедур. Другая, по сути дела, будет заниматься именно самим транспортом. Да, две транспортные компании, по сути. И здесь, в общем-то, все абсолютно прозрачно, все абсолютно понятно. Они будут проводить конкурсные процедуры на выполнение этих маршрутов. Сейчас эти процедуры уже находятся в стадии розыгрыша этих процедур. То есть, они уже запущены. И я надеюсь, как нам было заявлено, с 3 февраля все будут ездить. А где персонал наберут? Я так понимаю, сети расширяются. Где, в общем-то, водители, опять-таки, всех, сами понимаете, беспокоит вопрос, не будет ли это опять какие-нибудь там гастарбайтеры, которые непонятно где учились на права, суть по их манере вождения и так далее. Ну, во всяком случае, основной упор будет сделан на наше автотранспортное предприятие ПТП-1. То есть, водители будут набираться оттуда. Ну и, соответственно, будет привлечение дополнительно сил, как из Тверской области, так и с города Твери, водителей, которые будут работать на данном транспорте. Еще у меня все время вопрос, когда только начиналось все это, что сейчас у нас будет реформа. Мы все помним мусорную так называемую реформу, которая стартовала в январе этого года. И все помним, как нам обещали, что тоже сейчас на улице выйдут сколько положено вот этих современных мусоровозов. А в итоге, что мусоровозов у этого единого оператора нету. В итоге они обратились опять к тем самым участникам, которые, казалось бы, изгнали с улицы. О, ребят, давайте все-таки. И нас, правда, себя беспокоит. Вот не получили так с автобусом, что выяснилось, что подвижного стола не хватает. Пока заявлено о том, что все, в общем-то, работает в плановом режиме. И все транспортные средства, которые были заявлены, 480 автобусов, они, в общем-то, выйдут на линию с третьего. Ну, я бы даже так сказал, что любая реформа, она предусматривает некий определенный переходный период, который может демпфироваться в зависимости от возможностей тех или иных компаний. Вот там месяца, да, трех, пяти и так далее. На самом деле, сейчас даже с мусорной реформой, о которой, вы говорите, появились новые мусоровозы. Закуплено 5000 контейнеров дополнительно, стоят в САХе и сейчас будут расставляться. Все это, естественно, в соответствии с 44-м федеральным законом идет через конкурсные процедуры. Возчики, так называемые, кто собирает мусор из контейнеров, это те же самые подрядные организации. Выбран только региональный оператор. То есть здесь надо четко понимать, что не может быть такого, что вот взяли одномоментно, бах, региональный оператор, выставил сразу все свои контейнеры. Это проходит время. У нас Тверская область, сами понимаете, какая большая и как развита система автомобильных дорог. Не урегулирован был вопрос еще по различным свалкам и так далее. Все это пока находится в стадии проработки изменения для улучшения ситуации. На самом деле нельзя говорить о том, что город полностью завален мусором. Нет такого. Контейнеры очищаются. Ну вот эта ситуация недель. Да, да, совершенно верно. Но приятно все-таки, что в эти новогодние каникулы ты выходишь, а ты мусор нет. Согласен. Я боюсь, что и в эти новогодние каникулы может произойти такое же, потому что сейчас конкурсные процедуры по новой отыгрываются. Где-то меняется овощик и тоже будет происходить замена, как говорится, контейнеров одного овощика на другого и так далее. Но граждане-то ждут от регионального оператора, коль уж ему выданы все максимальные полномочия, организованные, хорошие работы, независимо от того, это 1 января или 1 марта или 1 декабря. Согласен. В этом году, кстати, оператор обещал решить вопрос или как бы стартовать с проектом раздельного сбора мусора. К сожалению, не получилось. Те линии, которые сортировочные говорят, ну это не спасение той ситуации. Нам необходимо, конечно, налаживать раздельный сбор мусора на самих площадках. Это, собственно, норма жизни на сегодняшний день. Конечно, перед тем же самым региональным оператором необходимо ставить именно эту задачу. Я согласен с тем, что население надо приучать к современным стандартам жизни. Я думаю, что, в принципе, потребуется небольшое количество времени, чтобы народ привык к этому и делать вот такую работу. С другой стороны, я с Алексеем Борисовичем тоже согласен с тем, что, ну знаете, такие временные моменты, они могут быть в любом городе, в любой стране. И новогодние – это как раз те критические зоны, которые, в принципе, здесь надо не очень строго судить. Хотя, конечно, хотелось бы… Нет, наоборот, они показывают, насколько мы готовы к этой ситуации. А сам вопрос транспорта в городе, безусловно, чрезвычайно важный, потому что народу действительно надоело и хамство, и нарушение правил дорожного движения, и вообще огромное количество аварийных ситуаций. Даже регулярность. Да. Человек, который ездит на транспорте, когда ты выходишь, ты не знаешь, будет ли это 31-й или не будет. Ну, недавно я услышал один анекдот, что в правилах дорожного движения надо ввести такой пункт. Если произошло ДТП с участием маршрутного такси, виноват маршрутные такси. Это как раз говорит о том, что порядок в этом плане надо навести. Ну, я желаю успехов городу и власти города, чтобы этот вопрос был решен, конечно. Властям, наверное, не города, а все-таки Тверской области, потому что все полномочия по перевозкам общественным транспортом, включая электрический транспорт, с 20-го числа декабря месяца находятся, в общем-то, у правительства Тверской области. С 1-го января полномочий переходит именно в правительство Тверской области. Александр, электрический транспорт оставить в городе? В том-то и дело, что все это приведет к тому, что наше транспортное предприятие полностью не сможет выполнять своих функций. Автобусы полностью у них забрали, а электрический транспорт в виде троллейбуса пока в этой транспортной схеме он, в общем-то, не предусмотрен. И в результате предприятие останется, а зарабатывать предприятие не будет. Результат предприятия нужно будет банкротить. Поэтому мы сейчас приняли решение о переводе данного предприятия в ООО с целью создания определенных условий для развития всей остальной системы транспорта Тверской области. Так троллейбус, извините, Роман Троллейбус, это останется? Нет, не останется, но губернатор на своей итоговой пресс-конференции сказал, что он договорился то ли с ВЭБом, то ли с кем-то из таких структур, что они профинансируют восстановление Тверского трамвая, что Тверь единственным городом стал немиллионником, который вошел в эту программу федеральную. То есть губернатор нам всем журналистам сказал, что трамвай будет Тверской. Это не планы, это не какие-то прожекты, это уже, я так понимаю, конкретно договоренность, что выделены суммы, и минимум один маршрут, минимум вот этот самый, который основной наш из-за Волжья и до вокзала, он точно будет, минимум. Это точно губернатор всем сказал четко, я это услышал. Как будет, то же покажет время, как говорится. Но то, что это он нам сказал, что он не планирует договориться, он уже договорился, это факт. Коль уж разговор прошел про договоренность, надо, конечно, вспомнить Морозовский городок. Это еще суперсобытие, если оно произойдет, опять же, со знаком езды, то это будет мегапроект, который, собственно, сделает наш город намного круче, чем он теперь есть. Соответственно, это и реализация проекта по восстановлению памятника культуры, и, с другой стороны, решение проблем людей, которые живут там десятки лет в некомфортных условиях, несовременных, современно, совершенно. Это строительство новых домов и реновация территории, о чем мы все с вами давно уже говорим. Да, 800 миллионов уже предусмотрено, и я надеюсь, что именно в 2020 году они будут хорошо и правильно, как говорится, начать осваиваться. Это будет действительно очень серьезным прорывом в жилищных проблемах, которые у нас существуют. Если губернатору и городу, и области удастся, вот эти три проекта в 2020 году существуют, это Морозовский казарм, это транспорт и восточный мост, западный мост с медицинским кластером, это будет, конечно, большой успех. Да, это лично, это не 2020 год реализации этих проектов. Ну, хотя бы смело вступим вот в этот процесс. Ну да, если мы увидим начало строительства, начало финансирования, то да, сегодня же граждане в основном, они ждут именно вот этого старта. Начало фокусского работа. Подожди, обещаниям-то уже мало кто верит. Это, собственно, веяние времени, когда люди говорят, нет, вот мы дождемся, когда там первая свая, первый кирпич и так далее, и так далее, тогда будем знать, что все хорошо. А мы дождались последней рекламной паузы в этой программе, после которой подведем итоги программы, буквально не переключаясь, несколько минут. Ну что ж, программа «Тема дня», мы подводим итоги уходящего года, что они значили для областного центра. События, которые так или иначе произошли, господа, он остался меньше четырех минут. Теперь, соответственно, что бы вы пожелали, каких решений, проблем в будущем году? Вот, понятно, да, детская областная, наверное, уже будет строиться и так далее, но вот мосты, как раз в перерыв тут, дорогие телезрители, пообщались. Какие еще мосты нужны городу, кроме западного? Надеемся, с ним все более в порядке, допустим. Ну, я бы хотел сказать, не мосты, а эстакады. Эстакады нужны через Октябрьскую железную дорогу, и не одна, желательно... Вроде бы, кто с ним это делают. Ну, делают, но его будут делать еще почти год, и это мы с вами... Почти год, губернатор сказал, до конца мая. Ну, посмотрим. Дело в том, что эти работы будут основные, которые позволят открыть хотя бы одну дверь, как говорится, линию, но его еще будут доводить до ума долго. Но нам этого недостаточно. К сожалению, у нас есть проблема и с Горбатым мостом, который... Южный тоже сам перегружен. Перегружен Южный, однозначно. И необходимо как-то стараться разгрузить эту часть. И в районе Пролетарки необходим, как минимум, еще один дополнительный мост через Октябрьскую железную дорогу для того, чтобы создать нормальный трафик движения не только по центральной части города, но и в обход. Тем более, что в случае каких-либо заторов на федеральной трассе весь транспорт с этой федеральной трассы пойдет к нам в город. И вы сами прекрасно понимаете, о чем идет речь. Мы помним, были такие случаи, когда через Тверскую проспекцию, Северскую улицу, фуры хотели. Ваня Борисович, что бы пожелали решения еще каких-либо проблем? Мне хотелось бы немного даже приземлиться. Мне кажется, что городу не хватает общественных пространств. И те проекты, которые у нас сегодня в городе реализуются, они требуют этих общественных пространств. Нам необходимо решить все-таки окончательно с концепцией развития Парка Победы. Глобальная ситуация, тем более 75 лет в Победе в Великой Отечественной войне, она сама за себя говорит. Необходимо закончить проект по ландшафтному парку Тьмака, Аллея Славы в Южном. И вообще в каждом небольшом микрорайоне должны быть эти общественные пространства, где люди могли бы общаться, могли бы гулять. Дети, собаки и так далее. Это принципиально важный момент. И интересен он еще тем, что он консолидирует местные сообщества. Люди выходят на улицы, это сегодня принципиально важно, чтобы люди не замыкались. Особенно для старшего поколения, которое может дефицит общения испытывать, сидя в своих квартирах. А здесь, если будет инфраструктура общественных пространств хорошая, то это потянет за собой консолидацию общества. Друзья Ильич, у нас меньше минуты. Что бы Вы пожелали? Может, тут по научной части, может, наконец, когда-то университетский городок у нас появится. А это тема отдельного разговора. Давайте мы приземлимся, как Вадим Борисович сказал. Дело в том, что я хотел бы видеть совершенно на другом уровне развитие малого и среднего бизнеса в нашем регионе. Это колоссальная проблема. В последнее время мы видим только, там закрылись, тут закрылись. Тренд, к сожалению, снижается. Хотелось бы, чтобы они, они могут играть очень важную роль в экономике и региона, и в стране в целом. Средний малый бизнес – это вот та основа, которая как раз будет формировать средний класс. Ну что ж, это была программа «Тема дня». Мы подводили итоги, год заканчивается. Ну что ж, дорогие телезрители, земляки. Поздравляю с наступающим Новым годом. Все Вам желаем, чтобы у Вас какие-то произошли позитивные события. В целом, в нашем городе, в областном центре тоже произошло всё то, о чём мы говорили, чтобы действительно дело сдвинулось с мёртвой точки. Может, какие-то приятные сюрпризы опять-таки произошли, как то же самое возрождение морозных казарм. Год назад мы ещё об этом не мечтали, а тут вроде бы как реализуют проект. Так что с наступающим Новым годом, дорогие друзья по эфиру. Вас тоже с наступающим, всего вам самого лучшего. Спасибо, что нашли время. Нашим жителям тоже с наступающим Новым годом. Здоровья всем и всего самого доброго. До свидания. С вами была программа «Тема дня». Роман Беков. Роман Беков.